здравствуйте с вами передача культур мультур студии я евгений долги как обычно и мои гости группа tomorrow too late правда должно было быть три человека один человек внезапно заболел от пал осталось два должен был быть андрей мистер шорт барабанщик его нет а есть с нами валик валентин бас-гитарист и дмитрий джим-вилл я так понимаю чудо ним лидер группы гитарист вокалист ну tomorrow too late кстати я так понимаю это буквально значит завтра уже поздно завтра слишком поздно завтра слишком поздно это девиз или это просто красивое название ну как хочешь воспринимаем мы в принципе живем под таким девизом просто живем и наслаждаемся жизнь сегодняшним днём да сегодняшний днём название то она и подходит хорошо еще самое интересное я сразу не обратил внимание а потом когда вот был еще на отборе конкурсе его выступали вместе с другими оказалось так что это название оно так хорошо запоминается так хорошо ложится на язык что я его ну правда еще до того пластинка была и все равно оказалось что я его помню все время другие группы часто настолько быстро вылетают из памяти название особенно английский вот что их потом вспомнить невозможно ни с третьего ни с четвертого раза я не знаю почему так получается ваше название застревает намертво ну наверно во первых это большая удача для названия вообще то tomorrow tomorrow завтра завтрашний день это такое слово которое каждый знает точно так же как и yesterday вот поэтому каждый не каждый но вот еще сочетание такое хорошее получилось но это уже так к слову то есть название на самом деле удачно и вот так наверное случайно она придумалась вообще она взяты из песни группы drama gods название песни не помню про я как-то просто слушал и просто сочетание засела сочетание слов засела вот она наверное потому и запоминается что на тебе на силу то есть она заседает но надеюсь короче говорят в городу лейт играет такую музыку которая либо она сами они сами либо журналисты назвали честным уроком уроком с яйцами собственно говоря это ваша придумка или это на вас уже журналисты навесили нет это мы сами на таком случае что это означает понимать можно очень по-разному конечно вот какой ваш творческая кредо в связи с таким слоганом ну просто рок музыка она очень разная она бывает и тяжелая бывает легкая поп-рок хард-рок вот у нас нельзя отнести там какому-то определенному стилю до определенного стиля это не поп-рок это не в то же время вроде хард-рок но не совсем хард-рок я просто решил что вот но мы наверно что-то какой-то новую волну такой делаем может быть вот которая это не слащавая музыка это не там не очень тяжелая музыка в плане как там за металл да вот и это просто честный рок который без всяких соплей без всяких песен про разбитые сердца про неудачную любовь и тогда любитые сердца не поете мне про разбитые сердца и не пели надеюсь что не придется петь вот и даже статистика посещения наших социальных сетей в частности вконтакте там где-то процентов 60 это парни посещает нашу страницу а про что а про что же тогда вы поете вы поете сразу скажу группа англоязычная поэтому человеку который с английским языком скажем так не свободно ну понять что то можно ну скажем так затруднительно затруднительно о чем чем петь можно про что угодно на самом вот ваш репертуар если не пролю я стараюсь также петь на не зацикливаться на чем-то одном опять затрагивать разные темы можно петь так сложно сказать конкретно про что я пою бою ну что-то да какие-то жизненные ситуации какие-то вымышленные ситуации про одиночество про то что тебя не замечают какие-то такие темы больше просто жизненной с тем чем-то на самом деле сталкиваешься они так как уже жизни ситуацию мы исключили любовь морковь с соплями все остальное дома выпиваем можно и хорошо давайте тогда прежде чем поговорим дальше нужно что-то послушать потому что группа не так уже скажу чтобы скажем всем известная беларусь и будем надеяться что она будет более известной после нашей передачи и дальше послушаем тумура тулейд запись они сегодня кстати исполнят в таком уже усеченном составе как могут пару вещей в аксистическом варианте и две песни мы послушаем из того концерта отбора который состоялся в баре дудакинг декабре прошлого года и которые собственно говоря группой выиграла отбор на фестиваль bull fest вот который в мае пройдет давайте послушаем их песню насколько я помню песня называется for all cowboys а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I don't know where to go. I don't know where to go. I don't know where to go. Easy come, easy girl. Pay as much as I don't. I don't know where to go. 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 I don't want you. I don't need you. I don't know where to go. 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 Ну вот мы послушали электрическую версию, такую интенсивную, с бара Дуда Кинг, я там тоже присутствовал, честно говоря, не думал даже, что получится такая качественная запись, с непривычки, малость оглох, концерты у нас не думал, что делают на такой жестокой громкости. Эта песня входила в первый альбом, который выходил в начале этого года, кажется. Нет, в начале, в прошлом. А, ну да, 2013-го, я еще живу, 2012-го. Почти год на феврале. Да, в начале 2012-го. Мы в мае презентацию делали. В мае презентацию, а в интернете мы выложили в феврале. Вот это была ваша первая, скажем так, работа полноценная. Полноценная первая работа. Ну и вот, скажем так, немножко вот, давайте расскажите о том, что вы вот в связи с вашей треходичной деятельностью ставите себя в позитив, что в негатив, как вы жили эти три года. Потому что я первый раз о вас услышал в прошлом году. Ну, я не в завсегдатой концертов, но как бы стараюсь отслеживать, что происходит. И, честно скажу, пытался припомнить, так и не припомнил. Видите, название это. Только впервые вот альбом услышал. Потом стал чего-то где-то немножечко обращать внимание, ну и вот закончился этот концерт. А так бы я мог даже и не услышать. У нас вообще концертов много давали. Да, мы выступаем часто. А где? Практически каждый месяц мы где-то играем. Ну, у нас как заведение, на самом деле, на пальцах пересчитать можно. Репаблик. Что сейчас здесь? Репаблик. ТНТ. Туда Кинг. Туда Кинг. Новый рок-клуб. Там еще парочку мест и все. Раньше Реактор был еще. В Реакторе выступали тоже? В Реакторе, да. Тоже было несколько концертов, потом его закрыли. В общем, где есть возможность выступить, там мы выступаем. В Минске их, как бы, этих заведений не так много. По городам, ну, пока еще не… В Слуцке? Особо немного играли. В Слуцке или в Солигорске? В Слуцк мы ездили. В Солигорск. Солигорск. Приглашали. Приглашали. Да, да. Приглашали. Жодина. В общем, стараемся развиваться. И просто показать себя, где только это возможно. Вот. У вас есть один полноценный альбом, одна эпишка. Это уже сколько? Сколько это уже песен? Это уже записанных… 15. 15, да. Песен, на самом деле, гораздо больше. Сейчас мы пишем второй альбом, который к лету, я надеюсь, закончим. Вот. Ну, так песен, на самом деле, много. А у вас в группе вообще вот как построено коллективное творчество? Или вот штатный текстовик, штатный композитор? Нет, у нас коллективный, да. Ну, текстовик Димы, конечно. Да. Тексты пишу я, к сожалению. Я ненавижу писать, но приходится. А чего ж так? Да, просто это сложно, это надо думать. Музыку стараемся вместе писать. Ну, понятно, что кто-то приносит идею, какой-то риф, а с рифа все начинается. Барабанщик у нас активно принимает участие. Хоть он вроде как барабанщик, но он ему очень много помогает в плане аранжировок, говорит, что вот давайте попробуем такую ноту, а не такую. Да, паузы всякие. Он самый музыкальный такой человек, который с музыкальным образованием. И самое такое, дольше всех играет. Он на барабанах играет с 5 лет. У него отец барабанщик, который сына посадил за установку и научил его драмить. Что-то я слышал, что он уже и запел у вас. Да, сейчас он начал петь. Он всегда, на самом деле, пел. Уже до этого он, в принципе, в прошлом году тоже пару раз подпевал на концертах. Но он в этом плане ленивый. Ему хочется свободы. Но сейчас мы с ним серьезно поговорили и решили, что надо все-таки бэки вставлять, потому что не хватает их. Ну, в общем-то, у вас, да, существуется определенная работа над стилем, что довольно редко встречается в современной рок-музыке. И у нас тем более. В общем-то, я лично считаю, что проблема современной рок-музыки, даже не только рок-музыки, это в том, что, во-первых, это отсутствие стильности. Не стиля, а именно стильности. Потому что люди уже, наверное, особенно после так называемой панк-революции поняли, что можно не стараться. Можно, в принципе, играть небрежно, неумело, немелодично, пошло, как угодно. Все это можно списать на так называемую искренность. Искренно сыграл, а уже как получилось? Как получилось, так и будет. Я именно такого мнения. Именно такого? Я именно такого мнения. То есть уметь не обязательно? Не обязательно. А почему же тогда вот ваша музыка все-таки достаточно стильная? Вот когда ее слушаешь, чувствуется впечатление сыгранности обязательно, нигде я не слышу никаких таких-то вот небрежностей даже. Вот это же и есть стильность. Ну, это опыт тоже. Это, ну, стильность, да, то есть сплоченность. Мы уже давно играем вместе, ну, относительно давно. Три года мы играем вместе и просто за три года мы уже друг к другу притерлись и друг друга просто чувствуем, знаем, что мы делаем. Ну, так так же все могут про себя сказать. Люди давно играют вместе. В небрежности, ну, просто я видел очень много групп. Очень много. И самых разных. Есть, ну, просто, блин, даже на самом деле взять, можно взять даже знаменитые группы, которые играть вообще не умеют. Но они известны, их слушают. И в то же время есть группы, которые очень круто играют. Играют всю жизнь просто. И они просто играют ерунду, которая вообще никому не надо. И просто это сложно назвать музыкой. По-разному бывает. Та же группа Нирвана, они играть не умеют. Однако ее все любят до сих пор. Я так думаю, что они играть не умели до определенного момента. Нет, играть там только умел барабанщик. Все. А больше там музыкантов, так сказать. А вы про себя что скажете? Вы умеете играть? Или тоже как Нирвана? Очень много. Один барабанщик у вас. Ну, я думаю, что уровень у нас повыше, чем у Нирваны. Уровень музыкальной грамотности? В плане музыкальности. В плане музыкальности. Ну, не знаю, да, конечно. Самая главная идея. Чтобы эта идея просто цепляла и все. Мало идейных музыкантов, это да. Но идеи-то они должны откуда-то браться. Раньше была в свое время такая великая хиповская идея, которая быстро закончилась. И люди из хиппи быстренько стали средним классом, бизнесменами. И все это как-то забылось. А какую-то же надо все равно такую великую идею продвигать. Иначе музыка не будет развиваться. Ведь вся любая музыка тогда и развивалась, когда какие-то идеи ее толкали. Может сумасшедшие, может еще какие-то. Вот у вас есть какая-то идея? У нас идея. Не то, что вы ее проповедуете, а вот внутри что-то сидит. Ради чего это все? Ну вот конкретно, что касается идеи, мне кажется, что идеи есть русские, ну в смысле, которые относятся к группам СНГ и группы, которые зарубежные. В том плане, что англоязычную музыку у нас воспринимают больше не как идею, а просто как музыку, просто как энергию. Которую ты слушаешь и там, я думаю, что большинство не понимает текстов, о чем поют там Pink Floyd и остальные группы. Вот, но просто им нравится атмосфера, им нравится дух, который делают музыканты. Тут можно сказать про англоязычный поп, ведь люди же тоже не понимают, а дух там совсем другой, людям нравится совсем за другой. По-моему, язык тут не совсем уж так это имеет значение. Ну вот и мы просто, к чему я клоняю, просто мы стараемся делать тоже музыку, которая будет атмосферная, которую будет просто создавать людям настроение, хорошее настроение, конечно же. И им просто будет, у них будет желание прийти к нам на концерт, вместе с нами оторваться и послушать дома музыку, или в машине, или еще где-нибудь. Вот стремимся, пожалуй, к этому. Сидит, молчит. Есть какое-нибудь отличное мнение или все то же самое? Полностью согласен. Весь комментарий. Ну скажи ты уже правду. Не, ну серьезно, так и есть на самом деле. То есть музыка только для атмосферы? Ну как атмосфера? Не, ну это такой глобальный вопрос, на который можно отвечать как угодно, с любой стороны. Вот я когда позвал его сюда, мне показалось интересным, даже меньше атмосферы, а больше все-таки структура музыки, она мне показалась не очень привычной, не очень стандартной. Она рассчитана, конечно, на атмосферу тоже, но она рассчитана и на внимательное слушание. Там есть что выслушивать, как когда-то. Но опять-таки воспоминания. Люди спорили о музыке, они спорили. А вот Blackmore в этом концерте сыграл так, а в записи он сыграл себе по-другому. Тут неудачно, здесь удачно. Вот это были разговоры о музыке. А не о том, как мы поколбасили вчера на концерте, там выпили все, какая-то была атмосферная музыка, люди спорили о музыке. В вашей музыке я тоже услышал то, о чем можно поговорить, поспорить, а не только о том, как провел вечер под вашу музыку. Вот что показалось важным. А атмосфера, она как бы не всегда зависит от музыкального содержания. Ну, опять же, это такие понятия просто разные. Или вы об этом не думаете пока еще? Не задумываетесь? Ну, я не знаю. Лично я просто к этому немножко по-другому отношусь. Вот интересно, получается, что музыку услышал, оценил за что-то одно, а когда вот разговариваешь с тем, кто эту музыку делает, оказывается, что они это делают совсем как-то по-другому. Даже не так, как я вот это предполагаю. Я это делаю, потому что у меня это живет внутри, и я просто не смогу это оставить внутри и просто не сделать это, не выплеснуть наружу. Вот, я так не смогу жить. Поэтому я, в общем-то, занимаюсь музыкой. Во мне живет какая-то муза, вдохновение какое-то. И просто я беру гитару и начинаю что-то делать. Вот, кстати, когда ты берешь гитару акустическую и поешь в акустике, тебе часто приходится делать? Дома я это каждый день делаю. Дома, понятно. А вообще на концертах исполняете акустику? Нет, на концертах пока не исполняем. Я считаю, что пока рано исполнять акустику. Ну вот давай тогда мы послушаем что-то вот как дома. Это, кстати, песни будут те же самые из репертуара, только в другом варианте. Конечно, конечно. Это у нас есть на первом альбоме. Тяжелая такая песня, которую я сейчас пою очень попсово. Да. Тяжелая музыка. 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 Внутри Я ничего не могу сказать Я не могу сказать Я ничего не могу сказать I stop his right You know it You know it You know it I break the rules of this game I won't give in I stop a game I can't be changed, I'm beyond a game No excuse, I'm no complice I find myself in between I can't be changed, I'm beyond a game Ну, это я сам назвал свое исполнение попсовым А я бы его назвал просто классический роковым, потому что это, ну, это та музыка, которую я слушал лет 30 назад, а то, может быть, это не та музыка, не та песня, а вот на альбоме понятно А вот сейчас настроение гораздо более классическое, вообще-то вот ваше отношение к классическому рокову у самих какое? Отличное отношение, я вообще ко всей музыке отношусь очень хорошо Ко всей-ко всей? Так не может быть? Ну, практически Ну, я не люблю там группу, такие группы, как «Виагра» или «Руки вверх», к примеру, и «Дагопа», но я это за музыку просто не считаю, это не музыка Вот люди, которые с твоим настроением, которые, прежде всего, верят в искренность роков, в его спонтанность, в его эмоциональность Я часто от них, ну, не от всех, но от некоторых, слышу буквально такие выражения, что рок – это вообще не музыка Типа, за музыкой в консерваторию, за музыкой и не на рок-консерваторию Как-то неправильно Вот ваше мнение по этому поводу в таком случае? Да, никакое мнение по этому поводу Валя, какое у тебя мнение? Да рок, как это может не быть музыкой? Ну, что значит не музыка? Ну, так можно вообще про все сказать, что угодно, на любую вещь посмотреть, сказать, блин, это… Они имеют в виду, я так понимаю, то, что рок – это не искусство, рок – это спонтанное какое-то самовыражение Искусство – это вещь тщательно подготовленная, спланированная, рассчитанная, скажем, где-то в чем-то То есть это не так, что вышел самовыразился, вот это имеется в виду Я считаю, что люди, которые это говорят, они просто… ну, они рок не слушают, они просто воспринимают это, как говорят там… Ну, они колбасатся Мне так говорили, по крайней мере, учителя в школе, что рок-то, музыканты, да это, блин, которые без майк потные на сцене орут Это они? Ну, блин, эти люди просто… они отсталые, я считаю Ну, просто нельзя так относиться… Какая тогда доля, вот, должна быть спонтанность, а какая все-таки расчета той самой музыки, которая по нотам все-таки как-то… Да все это зависит от тебя, просто от музыкантов, от группы, кто что выбирает Есть американская прогрессив рок-метал группа Dream Theater, которая… Ну, они просто все окончили джазовый колледж Ну, неважно… И поэтому они играют… Суть не в этом, окончил, не окончил, есть музыканты, которые ничего не заканчивали, они играют… Нет, они виртуозы, Dream Theater сами по себе, они все музыканты виртуозы… Ну, это тоже тяжелые гитары, это тоже рок, тяжелый рок… И что, они несут идеи, у них есть 99-го года альбом «Метрополис», который от начала до конца с идеей… Вот, вот, хорошо сказано, так вот, вот такого рода рокеры, фанаты, они не любят Dream Theater именно за то, что у них очень все тщательно сделано правильно, красиво… Они говорят, это не живая музыка, они все сделали очень тщательно, надо, чтобы было стихи… А у них стихи… Ну, хорошо, а дальше не рван, они скажут, что это раздолбайство, это не музыка, так что они хотят, эти люди, пускай они сами скажут… Они, наверное, хотят именно раздолбайство, а вот что у вас, я теперь уже не понимаю, раздолбайство у вас или тщательно просчитанные рифами… У нас честно все, у нас все честно, мы не лжем, мы делаем, что делаем, мы не стремимся сделать песню для Евровидения, которая будет по формату или еще что-то… Мы просто делаем, что у нас действительно живет внутри и действительно то, что мы хотим делать, то, что нам очень нравится… Ну, вот то, что я услышал сейчас в акустике, мне вот такое было впечатление, что ты подходил к этой песне вот как дома, совсем по-другому, чем то, что делается на сцене… Хотя песня-то та же самая… Ну, я люблю по-разному исполнять песни, мы на концертах… А на концертах вот в таком духе не исполняешь, я имею в виду не в акустике, а вот в классическом, в классическом немного настроении… Нет, пока акустику я вообще не хочу исполнять, я считаю, что акустику амплакт надо делать, когда у тебя уже есть большая публика, которая знает все твои… А, то есть это концептуально, чтобы было… Электрические вещи, вот, и им просто будет интересно прийти послушать новое исполнение, потому что, ну, это действительно будет интересно… А человек, ну, мы не такая еще группа, поэтому человек, который первый раз нас услышит, может не понять или понять не так… Понять не так… Вот, и потом будет говорить, что да, ну, это не рок там… Да, по-моему, если человек слышит песню, так для него не имеет значения, как эта песня исполняется, потому что, сколько мы знаем примеров, как хорошие песни исполняют, ремейки делают, тоже хорошие исполнители, часто их даже бывает иногда трудно узнать, а потом кажется, что-то и она, и все равно классно звучит, Поэтому тут имеет значение все-таки действительно не то, как делать, а то, что ты вкладываешь, это ясно… Давайте тогда еще вот послушаем одну электрическую вещь, которая от того же самого концерта отбора была, которая как-то вот так запала в души своей такой вот сбивчатой ритмичностью, то, что редко у нас все-таки случается… Часто музыка, наш урок, он часто отличается какой-то вот прямолинейностью, вот просто прямолинейностью. Вот как я начал играть, так я и закончу, и не дай бог, чтобы мне не сбиться, и вот этот поток должен быть. За что мне понравилась группа «Тумору Тулейт»? Не за то, что она делает какие-то сногсшибательные, придумывает мелодии или еще что-то, она все время стремится как-то немного тебя сбить с толку, а это приятно, когда ты не сидишь, скучаешь, все время так что-то вздрагиваешь, потому что все время что-то происходит. Давайте послушаем, что происходит в музыке группы «Тумору Тулейт». «Тумору Тулейт» «Туморова Тулейт» «Тумор transcription» «Туморова Тулейт» Продолжение следует... 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 зарубежных группах и всю жизнь смотрели на эти группы и хотели чего-то достичь а в англии не хотелось остаться там работать дальше ну то особо нет на самом деле как-то ну просто работал я не на самых лучших работах вот просто не это надоело вот так так что здесь получается приятнее работать и удобнее каких смыслах почему здесь здесь почему на самом деле есть несколько сторон первая сторона почему многие возвращаются это из-за просто какого-то одиночества потому что найти друзей там сложно а также сюда многие возвращаются кто там кто-то может может работу я не знаю я не знаем большую меня большое количество знакомых которые уезжали твоих знакомых ну вот у меня есть знакомые которые возвращались есть знакомые которые там остались и они на что-то жалуются ну просто здесь на самом деле несколько сторон как просто как получится у меня не получилось там остаться зацепиться я вернулся назад я ни о чем не жалею и не считаю что я там неудачник а вообще вот я даже не знаю сейчас все музыкой зарабатываете или все-таки не музыкой музыка это у нас больше как хобби барабанщик у нас зарабатывает музыкой но он играет нет он не знаю сколько групп очень много он играет первый такой денежный проект без билета есть еще там проект это он и там постаре когда еще там какие-то проекты или не помню просто кавера раньше джазы еще играл еще что-то вот люди востребованы он зарабатывает эти деньги я я работаю валик да я учусь но тоже сейчас нашел но вообще у группы tomorrow too late есть конкретные все-таки планы стремления зарабатывать себе музыка и если вот скажем там через какое-то энное количество лет это не выходит что вы я больше я больше хобби больше называю желанием планами считаю это когда ты ставишь себе цель ты достигаешь нет ну вот я знаю наши есть группы не даже не рок-группы другие довольно которые исполняют серьезную сложную музыку они конкретно себе поставили цель они будут зарабатывающими музыкантами они эти цели добились спустя там два-три-четыре года они правда работают за рубежом приезжают сюда такое но у них была конкретная цель они работают с менеджерами они работают строго по бизнес-плану они этого добились у вас такого вот нет но мы к этому стремимся мы делаем все возможное чтобы чего-то достичь чтобы как-то расширить аудиторию и не только в беларуси но и соседних странах вот естественно хотелось бы этого достичь естественно ставим планы но уже как как она будет происходить но не знаю это караемся стараемся но в принципе таки все белорусские не белорусские группы делают все чему-то стремятся записывается я так вижу где он делал записи управляет большинство зарабатывают корпоративными каверами и прочим совершенно этого не стесняются а остальное то у них как хобби вы кавер делаете корпоративно не делаем у нас есть несколько песен чужих которым и так нет на корпоративные такие специальные программы корпоративных нет нет ночи вам остается зарабатывать действительно только своей музыкой это нереально не на бывать гонорары конечно но это не такие гонорары которые получил раз значит надо надо стремиться на западную на восточную на другую аудиторию у вас выезды были куда-то за пределы в беларуси концерты играют нет пока еще не играли ну нас часто зовут всякие питеры мы складом ну как часто не часто так несколько предложений было но очень очень мутных таких что что я не знаю странная аудитория потому что вот судя по музыке скажем так для поклонников классического рока у вас немножко это все не классичное все же для поклонников металла у вас недостаточно брутальности мы сейчас отправляем заявки на панк рукава у вас все-таки его в мне вам есть грозе что что-то получится и куда-то выбраться в европу поиграть потому что там все таки мне тоже кажется что нашему року музыка будет ближе там чем здесь здесь сейчас такое какой-то инди там непонятный рок-н-ролл какой-то тоже но я уже тоже давно верю в то что наш поклонник музыки он любитель не музыки любитель на настроение атмосферы поколбасит любитель моды я бы сказал только может быть ему очень такой странный которая идет ноги начинается в ждано и чем не сто процентов как заканчивается где-то на октябрьской площади в массе своей ну что ж вам надо пожелать удачи конечно на западном направлении или на восточном я не знаю будут ли у вас слушать скажем так в россии на украине наши группы которые зарабатывают за границей на основная масса зарабатывать в украине я не знаю почему на украина такая страна которая кушает очень много нашей музыки я где где клюет там там клюет возможно ну тогда значит еще пару слов о фестивале то есть выиграли так путевку на фестиваль был как он и правильно называет сын с торнешь на бульфэкс интернешн который произойдет 1 марта в репаблике там будут еще другие хорошие команды и белорусские и польская и одна какая-то смешанная которая там интернациональный состав так что вот желающие уже знают где они могут услышать и группу tomorrow to late и другие белорусские и зарубежные группы это на этом фестивале а где вы еще ближайшее время можете в ближайшее время мы не выступаем и сейчас заняты альбом альбомом то есть ближайшее выступление будут фактически 1 марта ну что ж значит я да не пускай не совсем неправильно ближайшее выступление будет сейчас вот гитара стоит и мы попросим еще диму перед завершением нашей передачи что-то спеть это будет ближайшее выступление продолжим попсовую тему и Продолжение следует... 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 С вами, дорогие слушатели... Удачи всем... До свидания... До свидания, ребята... Слушайте хорошую музыку... Она есть везде... И у нас, и в Англии... Разные, может быть, там процентные соотношения... Но это не так важно... Главное, что она есть... Слушайте... До свидания... До свидания... До свидания... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...